Итак, друзья, продолжаем знакомиться с новинками прошедшей выставки NAMM 2018. В прошлой части нашего выпуска мы рассказывали в основном о синтезаторах. Сегодня же пришло время поговорить и о других интересных музыкальных устройствах. Но начать все же хочется с нового синтезатора Neumann, уникального прототипа от японской компании Yudo. История появления синтезатора Neumann на свет весьма примечательна. По словам вот этой вот милой японочки, инструмент был создан лишь потому, что глава компании Yudo очень уж любит музицировать в свободное от работы время. Так что данный девайс был сделан специально для него, ну и по его же собственному эскизу. Несложно уличить этого безымянного чудо-директора еще и в любви к винтажным научно-фантастическим фильмам. Уж больно новый синтезатор напоминает контрольную панель какого-нибудь звездолета Enterprise из Star Trek. Но что касается самого инструмента, то сказать о нем пока, собственно, и нечего. На полноценную разработку интерфейса и звукового движка, по словам все той же презентаторши, уйдет еще не менее трех лет. Ну зато уже красиво, что-то сказать. Ссылочка на сайт необычной компании, кстати, есть в описании. Но сайт мне понравился куда меньше, чем синтезатор. Впрочем, если не боитесь тормозов и корявого английского, вперед. Ну и теперь давайте перейдем к обзору новинок цифровых фортепиано и других клавишных инструментов. Начнем с новой версии, пожалуй, самого популярного сценического фортепиано среди профессиональных клавишников – Nord Electro 6. В первую очередь здесь бросается в глаза обновленный и сильно переработанный интерфейс передней панели, который теперь включает отдельные органы управления для каждой из трех секций инструмента – фортепиано, органа и юзерской сэмплерной памяти. Однако этим производители не ограничились. Шестая модель впервые в истории инструментов Electro включает возможность полноценного лейринга всех трех секций. Имеется на борту и возможность мягкого разделения тембров по диапазону клавиатуры, названной разработчиком Smooth Crossfade. Так что теперь заботиться о том, что ваш орган превратился в пианино после какой-то конкретной ноты, не придется. Переход от одного инструмента к другому здесь происходит максимально плавно. Обновления коснулись и возможностей настройки программ, которые, по словам разработчиков, должны существенно облегчить составление концертных саундлистов и последующий выбор нужных пресетов на сцене. Что касается пользовательской сэмплерной памяти, то она в модели Nord Electro 6 выросла в два раза. Секция встроенных фортепианных сэмплов тоже обновилась и теперь включает легендарные тембры FM пиано из 80-х с отличным ярким звучанием. Nord Electro 6, как и предыдущая модель серии, будет выпускаться в трех модификациях. Модель с 76-ю взвешенными клавишами молоточкового типа и две модели с полувзвешенной механикой Waterfall, оснащенные 76-ю и 61-й клавишей соответственно. Специалисты Nord делают отдельный акцент на весе инструмента. По их словам, самая тяжелая модель Electro 6 будет весить всего 11,5 кг, что явно облегчит жизнь активно концертирующим клавишникам. Стоимость новых инструментов пока неизвестна, но о продаже должны начаться ближе к лету. Далее на очереди новенькая стейдж-пиано SP1 от Kurzweil. В отличие от элитных инструментов Nord, SP1 представляет собой инструмент начального уровня, оснащенный всеми необходимыми функциями для живых выступлений, студийной записи или домашнего музицирования. Передняя панель фортепиано содержит 4 секции для управления встроенными тембрами. Это секции пиано, EP, strings, pads и бас. В каждой секции при этом имеется по 4 типа тембров. Звучит SP1, конечно, куда скромнее упомянутого выше Nord Electro, но и стоит инструмент при этом почти в 3 раза дешевле топового Electro 5, всего 1000 долларов. Секция тон-генератора позволяет наслаивать звуки и разделять их по диапазону клавиатуры. При этом любые пользовательские комбинации таких настроек могут быть сохранены в одной из пяти ячеек Favorites. Также на борту имеется универсальная секция эффектов с такими алгоритмами, как Rever, Horus, Tremolo и Delay и отдельный трехполосный мастеринговый эквалайзер. Курцвелл SP1 будет поставляться в единственной модификации с 88 клавишами молоточкового типа. Весит инструмент при этом около 12 килограмм. Стомить фортепиано составит, как я уже и говорил, около 1000 долларов, но дата старта продаж пока неизвестна. Ну и раз уж мы заговорили о цифровых фортепиано, не лишним будет упомянуть и о выходе нового Korg D1, дополняющего растущую линейку фирменных сценических инструментов. Новый D1 оснащен молоточковым механизмом RH3. Это самая лучшая взвешенная механика от Korg, так что весить он будет чуть больше, чем упомянутые высшие инструменты от Nord и Курцвелл – 16 килограмм. На борту инструмента имеется 30 тембров в различных жанрах, включая фортепиано, электропиано, органы, клавинеты и струнные, а также секцию эффектов, включающие ревербератор, хорус и энчансер. Стоимость Korg D1 при этом составит около 850 долларов, а вот дата старта продаж пока неизвестна. Далее давайте рассмотрим парочку новых клавишных контроллеров от StudioLogic, бренда, который лично в моем топе находится на первом месте по части качества клавиатурной механики. В этом году на прошедшей выставке NAMM StudioLogic представила новую 73-клавишную версию уже полюбившегося многими клавишного контроллера SL88. По сути, новинка ничем не отличается от продемонстрированной в прошлом году 88-клавишной модели и предлагает мощную взвешенную клавиатуру TP100LR с тройным сенсором и функцией AutoTouch, 4 программируемых зоны, 3 программируемых 4-х позиционных джойстика, память для сохранения пресетов и многое другое. Стоимость новинки составит 500 долларов. Также на стенде StudioLogic мы обнаружили представленную чуть ранее новую супермощную модель сценического контроллера NUMA Compact 2. Впрочем, называть NUMA Compact 2 только лишь контроллером, язык как-то не поворачивается. На борту инструмента установлен мощный звуковой движок, да-да, с тремя алгоритмами, сэмплерным модулем с 1 гигабайтом памяти, эмулятором ползункового органа и урезанной версией аналогом аналирующего движка, позаимствованного у синтезатора Sledge. Сэмплерный модуль при этом включает все необходимые типы акустических тембров, а орган с синтезатором полностью рулится. Для этого на передней панели имеется отдельная секция регистров. Настройки инструмента поддерживают режим наложения и разделения тембров. При этом одновременно мы можем использовать до 4 звуков. 2 встроенных и 2 внешних, контролируемых по MIDI. Но и это еще не все. По USB здесь можно передавать не только MIDI, но и аудиосигналы, причем в обе стороны. Ну и наконец добивающий апперкот – это наличие встроенных колоночек на борту, полувзвешенная 88-клавишная клавиатура TP9 Piano с функцией автотач и вес всего в 7 кг. Ну и самое главное – смешная цена в 500 евро, друзья. По-моему, уникальный инструмент и самая крутая мастер-миди-клавиатура в своем ценовом сегменте. Идеально подходящая, причем по всем параметрам, как для студийного, так и для сценического использования. Купить Numa Compact 2 можно уже сейчас. Компания Yamaha представила очередное, уже четвертое по счету, обновление операционной системы для флагманского клавичного синтезатора рабочей станции «Монтаж». Итак, Yamaha продолжает активно обновлять монтаж, постоянно предлагая пользователям новые возможности наряду с общими улучшениями интерфейса и дополнительными библиотеками звуков. Новая прошивка 2.0 в первую очередь должна порадовать владельцев топовых рабочих станций Yamaha предыдущего поколения – мотив XF, XS и MoXF. Теперь монтаж будет полностью совместим с голосовыми и перформансными настройками этих инструментов, так что переезд с мотив на монтаж будет максимально комфортным и безболезненным. Прошивка также включает несколько новых возможностей, таких как глобальные настройки для внешнего аудиоисточника, которые будут игнорировать локальные настройки перформансов, и звуковой контент инструмента, расширенный с помощью 99 новых перформансов. Напоминаю, что стоимость Yamaha монтажа в зависимости от размера клавиатуры варьируется от 3 до 4 тысяч долларов. Ну а прошивка, разумеется, скачивается и устанавливается совершенно бесплатно. Далее небольшая новость инди-рынка. Универсальные силиконовые контроллеры SenseL Morph, о которых мы уже рассказывали в одном из предыдущих выпусков новостей, недавно поступили в продажу. Давайте еще раз познакомимся с функционалом уникальных девайсов. Впервые мы обратили внимание на SenseL Morph еще в прошлом году. С тех пор с помощью краундфайдинговой кампании создатели проекта уже успели собрать всю сумму, необходимую для запуска серийного производства. Так что купить контроллеры можно будет уже очень и очень скоро. Напоминаем, девайс состоит из беспроводного сенсорного модуля, оснащенного высокоточными тактильными сенсорами, распознающими координаты прикосновений и силу давления. Сверху на такой модуль можно накладывать различные силиконовые панели, каждая из которых может превратить SenseL Morph в полностью настраиваемый контроллер. Например, MIDI-клавиатуру, перформансной панель для управления DW, консоль для видеоредактора или даже джойстик для видеоигр. Возможности здесь практически не ограничены, ну а в комплекте поставляется специальный мэппинг-редактор. Кстати, судя по данному интервью, сенсорный модуль можно будет использовать и вообще без накладок, например, для управления такими приложениями, как Max MSP или Pifone, ну или ручного контроля над массажным креслом, как пошутил в данном видео Ник Батт. Работает это все по USB или Bluetooth, также на борту имеется мощный аккумулятор, рассчитанный на 46 часов работы на одном заряде. Стоимость SenseL Morph составит 300 долларов за базовый модуль с сенсорами и по 35 долларов за накладки. И еще одна инди-новиночка — модульный микшер Mixer Blocks от Кристиана Кнайдлера. Если вы один из тех самых музыкантов, которых вечно не устраивают параметры стандартных микшеров, то вы попали по адресу. Новый модульный микшер Blocks создан специально для вас. Микшер Blocks состоит из различных модулей, которые можно самостоятельно подключать к основной плате мастер-шины, формируя тем самым ваш собственный уникальный микшер. В числе каналов уже имеются стандартные ченнел-стрипы, модули посылов, подгруппы и шины эффектов. Но в будущем разработчик планирует расширить ассортимент модулей, добавив к ним ламповые предусилители, пассивные эквалайзеры и многое другое. Проект, кстати, распространяется под свободным флагом и имеет открытую лицензию Creative Common Attribution. Так что вы можете самостоятельно собирать любые модули микшера по имеющимся в сети схемам, модить их, выпускать свои собственные модули и так далее. Стоимость модуля мастер-шины составляет 180 евро, но стандартный ченнел-стрип обойдется всем желающим в 90 евро. Имейте в виду, что корпуса для каждого из модулей продаются отдельно и стоят еще по 20-30 евро за каждый. Продажи системы Микшер Блокс начнутся уже в феврале. Далее давайте познакомимся с новым мощным стендалон лупером под названием 95000, представленным компанией ElectroGarmonics. Разработчики называют новый 95000 самым продвинутым лупером в истории компании. Я давно увлекаюсь лиф-лупингом и могу по пальцам перечислить девайсы, которые обладали бы действительно полноценным функционалом для работы с синтезаторным сетапом. Так вот, ElectroGarmonics 95000 к ним вполне относится. На борту имеется 6 монодорожек, которые можно использовать и в стерео-режиме общая стереомастер-дорожка, разъемы для подключения фут-свича и стереопара входов на универсальных разъемах JackXLR с функцией фантомного питания, MIDI-порты с поддержкой Clock и Control-Change сообщений в функции Under, Reverse, Half Tempo и многое другое. Ну а буфер памяти устройства поддерживает хранение до 100 паттернов с лупами общей длиной в 375 минут. Стоимость нового лупера составит 550 долларов, ну а продажи устройства уже начались. На очереди обзорчик достаточно необычный рекорд студии Spire от компании Изотоп. Думаю, каждому из нас знакома ситуация, когда в голову внезапно приходит гениальная музыкальная идея, а записать ее некуда. Я в таком случае обычно пользуюсь встроенным в телефон рекордером. Однако есть куда более продвинутые девайсы для таких целей. Новый Изотоп Spire — это один из них. Интерфейс новинки предельно прост и не вызовет вопросов даже у музыкантов-гуманитариев, а использовать его можно где угодно. Нажимаем кнопку Soundcheck, которая автоматически отстраивает все уровни, и затем жмем на круглый красный шарик. Вот и все. Удобно и предельно просто. Аудиоинтерфейс Spire включает мощный встроенный всенаправленный микрофон, а также два универсальных аудиовхода с функцией фантомного питания. Но мониторинг осуществляется с помощью двух выходных разъемов для подключения наушников. В комплекте поставляется и специализированное iOS-приложение, которое предоставит доступ к простому аудиоредактору с восьмью дорожками и встроенными эффектами. Здесь мы найдем различные комбоэмуляторы и ревербераторы, использовать которые можно и во время записи. Встроенная память девайса рассчитана на 6 часов аудио, а литий-ионные аккумуляторы — на непрерывную четырехчасовую работу. Стоимость нового Изотоп Spire составляет около 300 евро. Ну а продажи девайса уже начались. Перейдем к новостям студийного оборудования и софта. Компания Audient пополнила линейку компактных аудиоинтерфейсов ID новой моделью, которая получила название ID44. По словам производителей, новый аудиоинтерфейс, заключенный в прочный металлический корпус, должен стать самым мощным устройством в серии ID. Девайс оснащен четырьмя высококачественными предусилителями класса А, идентичными предусилителям топовой студийной консоли ISP8024 от Audient. Такие преампы, кстати, стоят и на других аудиоинтерфейсах от англичан, так что любителям действительно качественной записи советую обратить на них особое внимание. По части коммутационных возможностей устройство также выглядит вполне привлекательным. Первый и второй аудиовходы карты дополнительно укомплектованы балансными инсертными разъемами. Стереовыходы здесь целых четыре, два для наушников и две пары для подключения мониторной акустики. Ну и кроме того, на борту имеется четыре цифровых порта ADAT и разъем в World Clock. Стоимость нового девайса составит около 700 долларов, но продажи начнутся в первом квартале текущего года. Компания Adam анонсировала выпуск новой линейки бюджетных студийных мониторов серии T. Собственно, идею новой серии мониторов от Adam можно понять из монолога вот этого дядечки. По его словам, специалисты компании давно хотели предложить пользователям эдакую народную версию всеми любимых мониторов A7X. Так что если у вас в карманах мыши дыры прогрызли, но вы давно мечтаете о Адамах, новая линейка T — это то, что вам нужно. Серия включает две модели — T5V и T7V с 5- и 7-дюймовым мультичастотником соответственно. Оснащены модели уже зарекомендовавшими себя фирменными ленточными твиттерами UART и новыми волноводами, которые, по словам производителя, имеют примерно те же характеристики, что и волноводы топовых мониторов S-серий. Также на борту присутствуют новые полипрофиленовые вуферы, усилители класса T, общей мощностью в 70 Вт и отдельные панели настройки мониторов под акустику помещения. А теперь, внимание, цена. Модель T5V обойдется всем желающим всего в 200 евро за штуку, а модель T7V — в 240 евро. Вкусно? Тогда бегом занимать очередь. Начало продаж запланировано на весну текущего года. Ссылка на подробности, как водится, имеется в описании. Компания Apple выпустила небольшое обновление для фирменной идеи W Logic Pro X, включающая новую функцию определения темпа и новые эффекты. Начнем с новой функции Smart Tempo. Благодаря ней теперь Logic будет автоматически распознавать темп вашей игры, имеется в виду, разумеется, аудиозаписи, а не MIDI. Ну и затем синхронизировать записанную аудиодорожку с темпом проекта. При этом мы можем самостоятельно выбрать, станет ли темп исполнения основным темпом проекта, или наоборот, подстроится этот темп исполнения под указанный в проекте темп. Звучит достаточно неплохо. Что касается новых встроенных эффектов, то их здесь имеется четыре. Это ревербератор Chrome Averb с жирным объемным звучанием и симпатичным цветастым интерфейсом. Просто послушайте, как он звучит. Далее здесь есть эквалайзер Vintage EQ Collection с тремя алгоритмами, эмулирующими звучание различных железных устройств 50-х-70-х годов. Мультирежимный процессинговый юнит StepFX, оснащенный тремя шаговыми секвенсорами и XY-панелью. И, наконец, еще один мультиэффект FatFX, делающий звучание синтезаторов, гитар, басов или ударных, теплым, жирным и разборчивым. Кроме того, обновление 10.4 включает новый музыкальный контент. Здесь можно обнаружить дополнительные барабанные грувы и пресеты, более 800 новых лупов и 150 кинематографических пресетов для синтезатора Alchemy. Ну и напоследок хочется рассказать вам о новом облачном сэмпл-сервисе Sounds.com от компании Native Instruments. Облачные сервисы с функцией подписки становятся все популярнее, и это хорошо. Теперь не нужно держать тонны сэмплов на своем винчестере про запас. Вместо этого достаточно выбрать только самое необходимое в своем шведском онлайн-буфете, ну и скачать и работать. Я, например, живу с винчестером всего на 128 гигабайт, и такие штуки сильно помогают выжить в продакшене. Что касается нового сервиса Sounds.com от Native Instruments, то его нельзя назвать революционным. Наверняка многим из вас уже знакомы и другие популярные онлайн-сэмпл-сервисы, такие как X-Plyce или Nuice. Здесь можно найти сэмплы от различных производителей на любой вкус, и затем либо скачать их, либо добавить в фейворитс, ну и скачать позже. Кстати, помимо платного аккаунта с полным доступом, за который придется заплатить по 10 долларов в месяц, здесь есть и бесплатный режим с доступом к отдельным библиотекам, которые будут меняться каждый месяц. Ссылочка на сервис есть в описании, так что вперед! На этом, друзья, вторая часть выпуска, посвященного новинкам с выставки NAMM, окончена. Если вы, кстати, не видели первую версию, то ссылка на нее будет в конце данного видео. Ну, на этом все. Не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Оставляйте свои комментарии и следите за пополнениями и обновлениями нашего контента. Уже на следующей неделе мы продолжим рассказывать о новиночках, в том числе новиночках, представленных на NAMM. Это был Дима 2D-Cube и MusicMagTV. До новых встреч! А еще, друзья, сейчас будет небольшая новость для петербуржцев. В эту субботу у нас пройдет особая вечеринка Synthesarium Knights. Ссылочка на нее также есть в описании. Если вы интересуетесь жирным аналоговым саундом, непременно приходите. Я, кстати, там тоже буду играть, так что... Субботу у нас ждет! Субтитры сделал DimaTorzok